Привет мальчишки и девчонки! Меня зовут Ваня. Я на Рыбакит рисую разную радугу. Рисуй со мной. Сегодня я нарисую радужное дерево. Оно будет такое черное, а крона будет радужное. И начинаем. Я начинаю рисую очень быстро. И сегодня тебе стараться совсем не придется, если ты рисуешь со мной. Такой урок очень простой. Я рисую просто каляки-маляки разных цветов. Если ты используешь краски, то тебе будет очень легко. Тебе просто нужно намазать вот такие полосочки. Красного, оранжевого. После этого взять желтый. И конечно, как ты догадался, я буду использовать всю радугу. И вот такая у нас крона получится дерево. Желтого. Желтого можно побольше использовать. После этого взять зеленый. Если у тебя есть зеленый, то используй его по полной программе. Найди все зеленые оттенки, которые у тебя есть. Зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый. Старайся использовать. Такой зеленый. Следующий у меня цвет какой? Тоже зеленый, но уже такой холодноватый. Такой темный, насыщенный, зеленый цвет. И я захожу и туда рисую, и сюда. Если ты видишь, я рисую очень и очень ровно. И чем кривее, тем лучше. Но все-таки нужно примерно какую-то форму нашего дерева, крону, примерно угадать, какую ты хочешь, чтобы она была продолговато или круглая. Вот у меня получается круглая. Я думаю, это будет хорошо. Голубым я закончил. Теперь я беру синий. И синим вот так я использую синего побольше. Докручу побольше. Достану синего. И сюда. И он заходит вот так неровно. Он идет то туда, то сюда, то туда, то сюда. Теперь я возьму фиолетовый. После фиолетового вроде бы никакого цвета не идет дальше. Я знаю красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий. И немножечко я хочу использовать розовый. Я часто использую розовый, потому что он мне очень нравится. Он такой яркий, девчачий цвет. Но его нету в радуге. А я думаю, куда его добавить? Вот как раз фиолетовый я и добавлю. И даже можно вначале немножко его тоже добавить. Получится такое дерево. Даже можно вот так побольше здесь сделать. Потому что вот тут побольше чуть-чуть фиолетового добавить, чуть-чуть сверху. Вот так получится. Такое вот дерево получилось. Но еще дерево-то не получилось. Ты скажешь, это просто шарик. Но не смотри. Сейчас у нас все получится. Здесь дерево, это земля, из которого растет мое дерево. И я рисую ствол вот так вот. Он сначала толстый, а потом сужается. И идет в разные стороны. Вот так идет в разные стороны. Так, так, так. Смотри, как я делаю. Я делаю много веток. Я часто рисую дерево на своем канале. Я думаю, ты уже знаешь, как его рисовать, если ты хотя бы раз со мной рисовал. И как можно больше веточек. И даже здесь можно чуть-чуть веточек. А здесь можно рисовать корни. Они идут вниз. И в землю входят. Вот так вот. И здесь рисуем веточки. Каждая веточка исходит на разные другие маленькие веточки. И чем больше ты нарисуешь веточек, тем больше это будет похоже на настоящее радужное дерево. Такого дерева нет в природе. Но можно пофантазировать. И, в общем, это хороший пример, когда ты можешь использовать все карандаши, которые у тебя есть. Или все краски, которые у тебя есть. И ты же думаешь, что же мне нарисовать, чтобы использовать все краски. И вот я тебе придумал идею такую. Можно сказать, нарисуй дерево. Но только радужное дерево, чтобы использовать все краски. Смотри, я до сих пор рисую вот эти вот веточки. И каждая веточка исходит на другие веточки. Отлично. Закрываем черный. И сегодня такой простой рисунок законченный. Это дерево принесет радости тебе очень много. И ты будешь рисовать, использовать, мазать краски кисточками или карандашами. Или же будешь использовать масляную пастель. Или гелевые мелки. Все будет в радость тебе. И участвуй. Я тебя зову участвовать в конкурсе. Приходи. Рисуй со мной что-нибудь яркое, радужное. Фотографируй. И высылай в инстаграм на свою страничку. Пиши рыбакит радуга. Победителю конкурса будет самый главный подарок. Какой? Я нарисую то, что ты хочешь. То, что ты захотел, то я и нарисовал. Если ты скажешь, нарисуй сердечко. Или нарисуй мое имя. Или еще что-то. Я обязательно нарисую. Участвуй. Ты выиграешь. А пока спасибо тебе, что ты остаешься с канаврой Кит. И до новых встреч. Пока-пока.